В 2060 году мужчина среднего возраста зашел в магазин Таргет. Не обращая внимания на прилавки с товаром, он подошел к ближайшему продавцу и раздраженно сказал «Позовите мне управляющего». Продавец удивился, ничего не понял, но решил лишних вопросов не задавать и позвал управляющего. Мужчина начал разговор с руководством. «Как вы смеете присылать моей дочери купоны на скидку?» Управляющий ничего плохого в купонах на скидку не видел, но следующие слова немного прояснили ситуацию. «Моя дочь несовершеннолетняя, а вы засыпали ее купонами на скидку для товаров для беременных и новорожденных». Конечно же составили официальную жалобу, управляющий извинился, сказал, что никаких купонов и рассылок семья больше получать не будет. Таргет – это американский дискаунтер, сеть примерно из 1800 магазинов в США. Компания имеет аналитический отдел, который в том числе разработал систему прогнозирования беременности. В основе лежит идея изменения привычек в случае кардинальных жизненных перемен, к которым беременность тоже относится. Это работает примерно так. Молодая девушка заходит в магазин, покупает лосьон для тела, покупает удобную обувь, сумку для прогулок. И программное обеспечение Таргет выдает свой вердикт. Вероятность беременности девушки 87%. И дальше Таргет начинает формировать ее спрос. Пришлет ей купон на скидку, на детскую кроватку, на детское питание, присыпку и так далее. Так вот, возвращаясь к нашей истории. Через месяц управляющий решил позвонить тому мужчине, чтобы узнать, не обижает ли магазин его дочь купонами. И вот тут наступает развязка. Угрюмый и уже смущенный мужчина ответил. Вы знаете, я был неправ. Моя дочь действительно беременна. Получается, что магазин узнал о беременности девушки раньше, чем об этом узнали родители, и раньше, чем об этом узнал даже она сама. В интернете все устроено еще проще. Интернет-поисковики, интернет-сервис, интернет-магазины собирают и анализируют массу информации о пользователях. Это обязательная составляющая интернет-бизнеса. Всеми самыми интересными фишками, возможностями интернет-сервисов можно воспользоваться после регистрации. И потом с вами начинают работать персонально. На прошлой неделе я прочитал статью на новостном сайте Медуза. Называется она «Гугл записывает все, что вы делаете в интернете и как ему запретить». Медуза пишет о том, что Google собирает массу информации о пользователях, включая те страницы, которые он посещал, информацию об истории страниц. Говорится о том, что в конце октября Google изменил пользовательское соглашение, и теперь он может построить профиль пользователя, основываясь не только на тех словах, которые пользователь вводил в поисковую строку, но и на истории посещения страниц. Все это привязывается к конкретному человеку. Я понимаю, почему это происходит. Персонализация и персональные отношения выходят на первый план не только в интернет-бизнесе, но и в банковской сфере, и в розничной торговле. Люди, конечно же, переживают, когда о них кто-то вдруг знает чуть больше, чем они ожидали. Пример также с Медузой. Цукерберг, например, заклеивает камеру на своем ноутбуке изолентой. Но другой пример, более интересный, на мой взгляд, произошел с моим другом. Как-то раз он начинает мне жаловаться. Они прислали мне смс. Откуда у них мой номер телефона? Как они посмели? Я его спрашиваю, что написано в смс, что они тебе прислали? Он говорит, что они предлагают мне скидку 30% на тренажерный зал. Я его кое-как успокоил. Какой ужас, скидка 30% на тренажерный зал. И знаете, я бы поверил во всю эту обеспокоенность. Действительно поверил, если бы не пара миллиардов пользователей социальных сетей по всему миру. Ведь зайдя на страницы Facebook, ВКонтакте, Instagram, можно найти кучу информации о тех же самых людях, которые только что сокрушались по поводу смс-сообщения со скидкой. Моя знакомая ходит на курсы французского. И после небольшого перерыва в занятиях она забыла имя одной девушки из группы. Спросить напрямую было неудобно. И она решила найти девушку через страницу социальной сети. На это ушло 5 минут. Через 5 минут она нашла страницу девушки через цепочку других страниц. И девушка зовут Катя. Как говорится, имя было изменено, и все совпадения случайны. Абсолютно случайны. Да. Но помимо имени, всплыло еще несколько фактов. Катя любит японскую кухню. Ее дочери 2,5 года. А недавно они всей семьей ездили на отдых к морю. Видимо, по возвращению с отдыха 11 ноября Кате было грустно, и она слушала Лану Дель Рей. Помимо французского, Катя увлекается фотографией. Ее котик тоже увлекается фотографией. Есть муж, у мужа есть автомобиль. И, в принципе, можно составить впечатление о материальном благополучии этой семьи. И знаете, я думаю, что это логично и закономерно. Персональные отношения и индивидуальность соответствуют природе человека. Люди регистрируются в соцсетях под своими настоящими именами, чтобы находить друзей, общаться, вступать в сообщество по интересам и пользоваться большими возможностями соцсетей. Конечно, есть негативные примеры открытости. Бывает, что нам звонят и предлагают какую-то ерунду. И совершенно непонятно, откуда они взяли номер. Непонятно. И знаете, но это уже противозаконно. Это хищение персональных данных. Если где попало, свой номер телефона не оставлять, то такого не произойдет. Знаете, я думаю, что 99% действительных рисков заключается в хищении платежных данных и данных, необходимых для доступа. В то же время открытость наших контактных данных это не такая большая проблема. Ведь, знаете, мы привыкли, когда к нам обращаются по имени. У людей есть имена, и когда вы представляетесь, вы говорите свое имя. Это по-человечески. Это соответствует нашей природе. И к слову об открытости. Знаете, сейчас развивается концепция социальной сети, в которой люди используют интернет только для того, чтобы договориться о личной встрече. И сейчас речь не о сайте знакомств. И действительно, большие данные и персонализация могут принести большую пользу. Я приведу несколько примеров из реальной жизни. Это стадион Левис. Он открылся в 2014 году и стал одним из лучших технически оснащенных спортивных объектов. Помимо Wi-Fi по всему стадиону, люди могут получить выгоду от специального мобильного приложения. Помимо повторов интересных моментов матча и информации об игре, можно посмотреть свободные места на парковке. И обратите внимание, можно заказать еду и напитки прямо на свои места на стадионе. Как вы думаете, позволяет повысить посещаемость такое приложение? Однозначно. Примером из медицины может быть Walgreens. Это крупнейшая аптечная сеть в США, которая успешно внедрила персональные отношения. Walgreens анализирует такие данные о клиентах, как состояние их здоровья, выписанные рецепты и поставленные диагнозы. Ведь действительно бывает аллергия на определенные лекарства, а некоторые лекарства могут быть несовместимы. Они это учтут и предложат другой лекарственный препарат. Такой персональный подход позволил не только улучшить здоровье клиентов, улучшить сервисы и рекомендации, но и заодно повысил прибыль Walgreens. Возвращаясь к таргет, он не одинок в своем желании познакомиться с покупателями поближе. Причина в том, что большая часть наших расходов в розничной торговле и в приобретении повседневных товаров. Почти 28 триллионов рублей оборот розницы в России в 2015 году. И сейчас я попрошу, пожалуйста, поднимите руки те, у кого есть бонусная либо дисконтная карта любого магазина. Да, не стесняйтесь. Отлично. Отлично. Очень много. Но вы же знаете, что мы на конференции ТЭД, цифровой конференции. И это архаизм. Сейчас моя помощница пройдет по рядам. Поднимите руки, чтобы было удобнее. Пройдет по рядам, соберет ваши карты, и мы их уничтожим. Ладно, шучу. Знаете, и действительно на практике мы видим, что доля покупателей, использующих дисконтные и бонусные карты в магазинах, довольно велика в российских розничных сетях. Агентство РБК Ресерч приводит следующие цифры. Доля покупок в сети Ревгош с применением дисконтной и бонусной карты почти 97%. В Альдораде 63%, в Детском мире 34% и в Перекрестке 24%. Но что стоит за этими цифрами? Действительно ли это персональное отношение, либо это обезличенная скидка и бонус? По своему опыту покупок в большинстве розничных магазинов могу сказать, что это обезличенная выгода. И предположу, что столь большая доля покупок с использованием дисконтных и бонусных карт заключается в такой покупательской солидарности. Наверняка вы встречали, когда одну карту передают друг другу для получения скидки. И есть еще такой интересный момент. Каждый, кто стоял в очереди, получил скидку, потому что карта была у одного из покупателей. Быстренько ее передали, все получили скидку. И больше того, если вы забыли этот кусочек пластика дома, то скидку, скорее всего, вам не предоставят. Даже если персонал помнит и знает вас в лицо. Раньше персональные отношения, индивидуальный диалог были нормой. Я имею в виду хозяев небольших лавок и магазинщиков. Они знали всех покупателей в округе. Сейчас ритейл стал массовым. Индивидуальный диалог невозможен. Тысячи продавцов не могут помнить сотни тысяч покупателей. Это невозможно. И тут технологии позволяют вернуть ту индивидуальность, которая была раньше, и которая была потеряна из-за массовости ритейла. Сейчас персональные отношения можно уложить в одно касание банковской карты либо телефоном. Дальше умные алгоритмы найдут профиль человека, его потребности и предложат ему то, что может быть интересно, выгодно и нужно. И это абсолютно реально. Большинство экспертов индустрии имеют схожие мнения. Около месяца назад Ансер Али из Венниливера выступал на конференции Performance Marketing Moscow. И там он поделился мыслями о том, какие подходы в рознице помогут повысить лояльность и вовлеченность аудитории. Он советует сосредоточиться на потребителях, а не на брендах. Перейти от одностороннего взаимодействия к вовлеченности и диалогу с покупателем. От массовой продукции перейти к персонализированной продукции. И очень важно от ретроспективной аналитики перейти к аналитике в реальном времени. Я полностью согласен с этими тезисами и скажу вам больше. Покупатели тоже согласны. 78% покупателей позитивно смотрят на то, чтобы получать персонализированные скидки и предложения от ритейлера на основе опыта предыдущих покупок. Это очень важная цифра. 8 из 10 покупателей будут рады, если ритейлер проанализирует их покупки и сделает им предложение на основе этого опыта. И у меня есть пример того, как должно работать с персональным отношением в рознице. Я покупаю корм для своей собаки в одном зоомагазине. Его зовут Бадди. Собаку не магазин. И у меня не было какой-то стратегии, системы. Я покупал несколько раз и иногда делал заказ через интернет, иногда забирал заказ по дороге домой. И вот получаю я сообщение от магазина. Они пишут о том, что корм у Бадди скоро может закончиться. Представляете, они подумали о том, чтобы корм у моей собаки не закончился. Они проанализировали мои покупки, рассчитали время, когда корм может закончиться и предложили мне сделать повторный заказ. Это просто и гениально. Я вот в полном восторге, потому что это сообщение в большей степени похоже на заботу обо мне и моем питомце, нежели на желание сделать какой-то дополнительный заказ. И вот с этих пор другого зоомагазина для меня не существует. Нигде больше я не хочу заказывать. Я лояльный клиент, приверженец и рекомендатели, как бы маркетологи меня ни назвали. Персональное отношение должно быть максимально удобным для покупателя. Оно должно приносить удовольствие. Поэтому продавцы и владельцы бизнесов, пусть ваш покупатель зарегистрирует свою банковскую карту для получения скидки вместо обычной пластиковой карты с вашим логотипом. Не заставляйте покупателя носить ворох пластиковых карт в распухших кошельках. Пусть он использует ваше мобильное приложение. Не делайте всем одинаковую скидку. Поощряйте хорошей скидкой 20% покупателей, которые приносят 80% прибыли. Их надо знать в лицо. И главное, коммуницируйте и взаимодействуйте с покупателем не бездумно и безлично, а проявляя заботу и увлеченность к его персонали. Мы все покупатели, и я уверен, что тот опыт персонального отношения, который нам предложат в будущем, он изменит нашу жизнь к лучшему. Он нам понравится. Индивидуальность и открытость это свойства человеческой природы. И 2 миллиарда пользователей социальных сетей не могут ошибаться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ